В этой серии мы расскажем, как мы восстанавливали вот это зеркало. Это оригинальное зеркало было куплено с мотоциклом, с вот этим. И вот как это все восстановили, как все сделали, расскажем и покажем. Смотрите и финальную серию по проекту. По разному мы сделаем с обзором всего, что происходило, что делалось, как восстанавливались перья, бак, двигатель. В общем, полный технический обзор всего мотоцикла. Если интересно, смотрите. Досталось такое зеркало. Такое старое мотоциклетное зеркало. Это ставилось на М72 50-х годов. Зеркало досталось мне прямо с мотоцикла. Мотоцикл достался комплектный. И вот это зеркало с этим стеклом досталось мне в наследство с мотоциклом. Но я вот загнул уже вот этот загиб с помощью горелки. Сейчас буду пробовать восстановить его и поставить его на этот мотоцикл. Посмотрим, что получится. Для того, чтобы этот кронштейн дальше жить, мы ему должны удалить вот эту часть. Наверное, вот эту. Эти части скоропостижные в ведро. Вот это вот так. Посмотрим, что будет дальше. Так, ну вот. Эта часть обрезана. Эта часть обрезана. Вот это вот так здесь будет зеркало. Теперь делаем кронштейны. Эту часть мы должны засверлить не по центру. А здесь нарезать резьбу 10-шек-1. Ну вот, сделали мы, значит, резьбу. Осталось присверлить здесь, отдать на покраску, все собрать и вырезать само зеркало. Ну и дожидаемся лазерной резки детали. Это две детальки под подножку. Подножка постоянно в землю проваливается. Вот нарисовал. Дал на лазер. Сейчас на лазере ждем кронштейны труб выхлопных и коллекторов. Ну и дальше посмотрим. Резьбы. Ребят, я не блогер. Я не зарабатываю на этом денег. Видео мои выкладываются даже не в Новокузнецке. Я вам советую резьбовой инструмент приобрести вот такой. Пробовал работать китайскими всякими производителями. Бесполезно. Резьбы сворачивают, они не живут. Вот этот вот производитель, Гарвин. Отличный инструмент. Отличный. Это не реклама. Ни в коем случае не реклама. Это просто дружеский совет. Приобрел. Проблем не знаю. И Лекота инструмент. Инструмент Лекота один из лучших. Сейчас мне очень нравится работать этими инструментами. Поэтому делаем дальше. Ну вот, наконец, пришли наши запчасти. Уже покрашенные. Борошковую краску. Это придется приклеить. У нас специальный лак 5-648 для втулочных соединений. И не будет держаться. У нас не денется. Ну а это мы штрих-трепаем. Смажем. Воды отталкивающие. Это смазка серий Квиклайн. Квиксильвер. Для лодок. Для моторных. Для эфемоторов. Так вот это выглядит. Теперь вклеиваем. Берем локтайд. И примерно фиксируем это минут на 20. Переходим к зеркалу. Наше оригинальное зеркало. Очистить мы не смогли. Оно все поцарапанное. Все покоцанное. Да и оно ровное. В него будет плохо видно. Взяли зеркало автомобильное. Здесь закрыли скотчем. По-моему, широко будет. И вырезали по оригинальному зеркалу. Обтачили на ламызном камне с водой. Получили такое зеркало. Должно прилично смотреться. Дожидаемся, пока высохнет. И собираем зеркало. Все мы собрали. Теперь нужно праймером. Перед вклейкой стекла пройтись праймером. Зеркало. И его поверхностью. Корпус. И так далее. Если этого не сделать, то зеркало наше может на ходу отлететь. Ждем 20 минут. И будем вклеивать зеркало. Так, 20 минут прошло. Начинаем. Накладываем герметик. Вдавливаем сюда зеркало. И скрываем его. Ну, получилось хорошее зеркало. Вполне пригодное для использования. На данном мотоцикле, на нашем проекте, парадный, все будет работать. Ладно, не так видимо. Здесь еще завальцую. Завальцую, и все будет отлично. Зеркало готово. Вот как из старого зеркала можно применять. Хорошее, приличное. Так, теперь наше зеркало мы установим и закрепим сразу, сразу на месте. Нажим локтайтом для стулочных соединений. Это локтайт 648. Классная вещь. Это не реклама, это просто личный опыт. Ну вот. Видите, как получилось зеркало. Абсолютно все восстанавливается. Абсолютно все. Теперь это новое сферическое зеркало. Красотища.